Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть Before We Live. Мы благополучно заселили третий остров и наладили здесь переработку нефти в топливо. Это нам пригодится для ремонта нашего корабля, который находится у нас на втором острове. Но это еще не все, тут много чего нам с вами не хватает, еще какой-то есть ингредиент, который мы даже с вами не знаем. Топливо мы сюда перенесем, но остальное, в принципе, все известно и все у нас имеется даже. Я так полагаю, что это какая-нибудь сталь, потому что у нас есть в исследованиях сталь. Давайте мы, кстати говоря, сразу это изучим. Пойдем в наш первый остров, здесь у нас с вами основная исследовательская деятельность происходит. Да, у нас с вами есть нефтяная энергетика, во-первых, да, нефтяные генераторы исполнены, ну, короче говоря, вместо древесных, да, у нас, собственно, будут нефтяные, давайте исследуем. И вот тут еще есть сталь у нас, я думаю, что сталь нужна как раз-таки для корабля, давайте начнем с нее, а потом уже будем исследовать энергетику также. Во, пускай потихоньку здесь все исследуют у нас, а мы с вами возвращаемся к нашему третьему все-таки острову. Что я хочу здесь еще построить? У нас, во-первых, здесь склада нет, да, где бы мы с вами могли хранить то самое топливо, например, чтобы потом можно было отсюда его увозить на наш второй остров к тому самому кораблику. Да и в целом, у нас с вами здесь и смузи производится, можно, я думаю, какой-нибудь склад для него сделать, хотя, в принципе, мне кажется, он уже не успевает сейчас пока произвестись в нужном количестве. Его довольно быстро сметают у нас с вами. Кстати говоря, по поводу еды еще, у нас не все построено, у нас с вами есть возможность построить кухоньку, кухню, где будет производиться разная еда из овощей, кстати. Она тоже загрязняет, поэтому я, наверное, поставлю где-нибудь ее вот здесь. Кухня у нас такой прямо здесь, знаете, эпицентр загрязнения с вами будет, но очистные сооружения я здесь тоже поставлю, даже, наверное, пару штук. У нас свободные люди вообще есть сейчас? Да, ой, дофига людей можно ставить сколько угодно вообще, и все будет, в принципе, нормально. Так, я вот опять, правда, подзабыл, где у нас метаочистные сооружения есть, сейчас мы с вами найдем все. По-моему, здесь они были, да, вот они здесь есть. Давайте сюда еще поставим одну. Пускай тоже все это вымывают, дофига, прям уже сколько грязи накопилось, чтобы людишки наши там бедные не страдали. Бегали, в чистоте работали, вот. Ну и в целом, в целом, пока, наверное, все на этом острове вроде так все поставили. А, нет, еще не все, я еще вспомнил. Мы сами еще вот что можем поставить, у нас есть новенький этот кач, да, и портной, собственно, производство одежды. И как раз-таки в пустынной местности она будет очень кстати. Но перед этим мы с вами должны, естественно, хлопковое поле посадить, само собой, потому что... Так, а здесь у нас люди тоже становятся несчастными, ну, конечно. Ну, еще и загряз... Что? А, нет, это дебаф, ух, я что-то, я что-то думал, как-то хлопок-то загрязняет, боже мой, у нас все. У нас с вами еще здесь нефть, кстати, есть, но... Но я думаю, что мы с вами туда еще пока не доберемся. Я могу поставить здесь. А где мне дорогу? Типа он присед... Ну, хорошо, давайте ставьте сюда. А, вот, точно, от этой клеточки все правильно, все правильно. Давайте ставим хлопковое поле тогда. Возможно, даже не одно, может быть, где-нибудь еще поставим. Но здесь мы с вами ничего не поставим. Вот здесь можно расположить даже три штуки, в принципе. Будем шить одежду тогда на этом острове еще. Как вариант. Мне кажется, очень даже не дурно. Ну, давайте здесь тогда поле, здесь тогда поле. Прямо здесь так заблокируем. Проход заблокирован сюда. Ну, и как бы он вроде бы здесь нам особо-то и не нужен, на самом деле. Пока что. Но всегда можно будет убрать, переместить и так далее. Все, хлопковое поле у нас с вами сейчас будут. Четыре штуки аж целых. Может быть, даже многовато, не знаю. Но посмотрим. И нам нужно, получается, ткача построить, да? Который будет... Ну, тоже загрязняет или нет? Ну, тогда ставлю здесь тебе. Тогда поставим здесь тебе, давай. А вот это производство тоже не загрязняет, да? Ну, и на том спасибо, как говорится. И на этом спасибо. Так, нам надо как-то продумать с вами немножко, куда мы с вами все это поставим. У нас, по-моему, здесь клеточка свободная также есть, да? Еще. Хорошо, тогда мы с вами сделаем следующим образом. Мы поставим ткача вот сюда. Вот так, давайте. И мы поставим производство ажмоток вот здесь, в центре города. Но, как я и говорил, нам с вами не хватает склада. Склад у нас может быть располагаться вот здесь, кстати говоря. Довольно хорошее местечко, в две клеточки ровно получается. Как раз такие, в общем-то, можно задействовать будет. А здесь и поставим, давайте, чтобы нет. Склад и потом назначим, наверное, топливо на хранение. Еще что-нибудь там, ну, короче, посмотрим, что там больше всего нужно будет. То и будем там хранить. Ну, конечно, с вами сейчас ресурсы пошли в минус, понятное дело. Но ничего страшного. Это мы постоянно подвозим сюда, поэтому, да, в принципе, так их много сейчас. Так что на постройку всего, я думаю, как раз таки нам с вами хватит. Еще и люди остаются пока что бездельниками. Но сейчас они достроят, пойдут туда работать. И, в общем-то, я думаю, станет безработных у нас с вами меньше. Все, пошло дело. Здесь поля уже засеяны. В принципе, здесь тоже уже работа сейчас должна пойти. Также требуется энергия, кстати говоря. Возможно, здесь как раз таки есть смысл на этом острове, да, поставить уже генератор. Не вот этот вот, который у нас с вами стоит, который работает на дровах, да. А поставить именно нефтяной генератор, который, собственно, на топливе, видимо, будет работать. Но только нужно посмотреть, как там у нас сами исследования проходят. Я думаю, что сталь завершена. Ага, все, ну. А, вот и пошел топливный генератор как раз таки. Прекрасно. Сталь мы завершили. И надо прочекать сразу тогда корабль наш. Может быть, это действительно была сталь? Да, это была сталь. 10 единиц нужно будет привезти сюда. Так, а сталь у нас производится. Давайте посмотрим вообще из чего. Для производства стали нужен... Так, ну для постройки камень. Нужны слитки также. Слитки у нас с вами производятся. И здесь тоже, кстати говоря, на третьем острове. У нас прям какой-то супер производственный получается. Ну и ладно. Ну и хорошо. Так, и что там нужно будет еще получается? А, ну все, только энергия и только получается железка. Окей, меня устраивает. Вполне себе. Куда мы это всем поставим? Давайте здесь как-нибудь. А, ну у нас получается и здесь такое помещение. С как бы, кстати говоря. Так, а я могу здесь дорогу провести? Ну подождите-ка. Обождите-ка минуточку. Могу ли я дорогу здесь провести вот так? А, ну все, у нас соединение. А, у нас здесь тоже железка стоит, блин. У нас здесь тоже железка стоит. Ну ладно, мы пока еще это не все расковыряли, поэтому... Я думаю, нормально будет. А вот здесь мы с вами поставим как раз-таки... Производство... Где-то у нас там было? Производство стали. Во-во-во. Вот тут такое огромное заводище будет охренеть, какой у него, блин. А, не, мы лучше сюда сделаем тогда. Чтобы до полей хлопково хотя бы не дотягивалось из загрязнения. Давайте строить тоже. Вот. Генератор, генератор мы, наверное, все-таки заменим, я думаю, да? Потом уже в дальнейшем посмотрим. Ну, надеюсь, что здесь энергии будет хватать. Кстати, а мы на складе можем складировать энергии? Это было бы странно, но хрен его знает. Не, не можем, конечно же, да? Ну да, тогда не можем. Ну и понятно. Так, здесь мы с вами складываем что? Мы с вами топливо, как я уже говорил, будем складывать. Короче, нам нужно будет отсюда возить сталь. Нам с вами нужно будет возить отсюда топливо. И нам нужно будет отсюда возить, наверное, шмотки, я думаю. Вот так вот сделаем пока. Пока так, а там посмотрим дальше. Хотя шмотки мы с вами можем... А, так, кстати, я что-то уже подзабыл. А мы шмотки с вами делали здесь в производстве или нет? Не на первом, на втором острове наше. По-моему, нифига не делали там, да? У нас с вами тоже только смузи производится. Что-то там еще производилось. А, здесь еда вот производится, пожалуйста. Смузи, да. И здесь у нас что-то такое? Это у нас стекло. Стекло нам тоже нужно, кстати говоря. Стекло нам тоже нужно. Но еда здесь есть, здесь даже готовая еда есть и смузи. Ну, так, знаете, она вроде как есть, но вроде бы как бы сразу и нету. Все съедается тоже. Так, а люди свободные? Но людей здесь должно быть много, потому что мы с вами делали полтинник как специально для ремонта корабля. Да, в принципе, можно немножко еще расшарить будет производство. Хотя мы с вами здесь как бы очень плотненько садами все обустраивали. Потому что один дом, а вокруг него 10 садов сразу было, чтобы как бы всего хватало. Ну, в общем-то, вот смузи-то есть, да. Смузи есть. Окей, окей, хорошо. Тогда, в принципе, меня, в общем-то, здесь более-менее все устраивает. Ну, ладно. На самом деле, чтобы не заставлять людей здесь ждать шмоток, можно здесь как бы поле задействовать. У нас с вами еще такое хорошее есть. Обширное весьма пространство, да, которое мы с вами можем как раз-таки под поле отдать. Под хлопковое, естественно. Так, давайте. Я не знаю сколько. Три штуки, наверное, поставим. Это будет достаточно, в принципе. Более чем. Раз, давайте. Так. Вот сюда будем, с вами, дорожку тоже провести как-нибудь. Ну, и можно здесь вот закруглить, как-нибудь дофигачить будет. А хотя, знаете что? Мы с вами, наверное, сейчас так сделаем. Вот так, вот так, сюда. Вот сюда. И вот здесь поля поставим. Здесь пока уберем. Здесь нам сюда пока не нужно соваться. Вот. Мы с вами возьмем сейчас и поля вот здесь вот так бахнем. Бам-бам. Все. Три поля есть. Пускай они строят. Здесь мы с вами сейчас тоже наладим производство шмоток сразу для них. Ну, как бы, чтобы на себя хотя бы им хватало, да. Хоть они немножечко переодевались бы. У них здесь, по идее, должны быть еще украшения. Так-то. Ну, да, украшения вот есть, собственно. Украшения есть. Окей, хотя бы этого хватает. На рынке они делаются. Рынок, конечно, клеток занимает три штуки, капец. Ну, ладно. Пускай, как бы, здесь поставили, и хорошо. Значит так, нам нужен ткач, получается. У нас с вами вот здесь есть клетка, свободная. Я, наверное, ее отдам под какую-нибудь сесну еще. Под что-нибудь так. Овощи есть? Яблок? Ну, вроде как, есть тоже. Да и картоха есть. Картоху вообще им, походу, не едят. Нам всем надоело, пока они там жили, видимо, в бункере. Переели ее немножечко, и вообще не едят. Ну, в принципе, у нас все есть. Овощи, яблоки тоже есть. Ну, давайте здесь посадим что-нибудь. Давайте что-нибудь. Давайте яблоки, пускай, будут. Сад еще один здесь сделаю, и все. Тоже немножко перекрыли здесь, правда, мы с вами помещение все это. Ну, и как бы, и ладно, все равно не особо-то и нужно, вроде как. Так, и возвращаемся теперь сюда. Давайте здесь мы с вами все-таки сделаем производство шмоток, да? Шмоточное производство, так называемое. Мы поставим это все здесь. Я думаю, как раз рядом с полями. Здесь давайте, вот здесь тоже. Ну, тут у нас как бы клеточка плодородная. Может быть, лучше тогда здесь поставить. Я думаю, да, давайте вот так бахнем, все. Надеюсь, производство сейчас там пойдет у них. Все будет нормально, если мы будем еще и шмотки производить. Окей. Мы с вами возвращаемся пока на третий, на наш остров. Опять же сюда, что у нас здесь построено? Здесь у нас что-нибудь хранится ли вообще? Но они, мне кажется, даже не успевают сейчас толком таскать. Вот, сталь появилась, кстати, ничего себе. Топлива очень много. Топлива реально много, 40 уже есть, отлично. И шмотки даже появляются, да? Слушайте, хорошо, хорошо, шмотки есть. В принципе, как говорится, можно и поесть. Я смотрю, у них и кухня заработала. Так, готова еда есть, и смузи, но все вообще шикарно. Ну, шикарно, живем на этом острове, просто радуемся, да? О, да. Ну, другое дело, другое дело. Так, что у нас здесь такое за беда случилось? Мало работников, в смысле, есть же лентяи, которые ничего не... А, нету, ууу, люди-то кончились. А у нас тут люди внезапно кончились. Так, ладно, тогда мы с вами сейчас будем делать сюда. Уходить сюда, в эту сторону. Это мы с вами еще уберем. Вот тут, наверное, нефть не будем добывать, потому что, как бы, тут наше поселение не хотелось бы загрязнять все это. Хотя они, конечно, очищать могут, в принципе, потихонечку. Как они вот здесь, например, это делают. Но зачем, когда еще место есть, да? Точнее, когда еще одно месторождение в своем месте имеется. Пока, в общем-то, и не нужно. Так, давайте, да-да-да, здесь убирайте все, пожалуйста. Вот это, в принципе, тоже можете убрать. Я думаю, у нас там лесник стоит. У него, правда, всего лишь два леса вокруг него. Но у нас досок хватает слегка. У нас еще с первого острова добываются они, поэтому... Такое, как бы. Так, нам бы, как бы, пройти бы вот сюда бы. Сюда бы, и желательно эти клеточки, блин, как-то... А у нас в любом случае займутся они, тут по-другому не пройдешь. Мы с вами можем, конечно, строить все эти переправы, мосты. Но мосты же у нас, получается, только на одну клеточку работают. Ну, ладненько, давайте построим еще пару домов. Ну, точнее, как, начнем с одного. Не будем, так сказать, спешить. Я, по-моему, помню, что здесь дебаф, да, от дома. Да, здесь дебаф от дома, поэтому дом будем строить сейчас вот здесь с вами. Так, строим здесь домик тогда, чтобы, как бы, ну, клеточка вокруг него не попадала. Колодец, главное. Потому что там здесь дебафы не нужны. Там такой дебаф, причем не кислый, по-моему. А, ну, нет, 10% всего лишь на самом... Это от загрязнения не кислые, да, дебаф? Да, там 50% сразу. Ладно, ну, в общем, нормально. Построим дом там. Здесь у нас с вами можно будет построить еще какую-нибудь там чего-нибудь. Например, поле съестное. Какой-нибудь леса, там, может быть, еще что-нибудь такое. Или овощи, ну, чего-нибудь. Если есть, вдруг надо им, конечно. Но я думаю, что им не нужно сейчас пока особо их, в принципе, то все есть. Да, окей, там питаются, и хорошо. Плюс дом, плюс жители у нас появились. Пока это ребенки. Они же дети. Вот, но нет людей, не хватает людей. Шелест не хватает людей, в смысле, охренеть, куда их там не хватает. Ну, пускай, ладно, работает потихонечку. Сейчас они вырастут, и нормально все будет. Я уверен. Так, благо, что у нас с вами здесь хранится, все нормально, да? Ну, я так понимаю, топливо максимум забилось, 40 у нас с вами. Одежда потихонечку. О, 28 уже стали есть, ну, балдеж. Слушайте, прям очень здорово. Так, у нас с вами новый генератор появился также. Давайте на него глянем. Ага. А, на него нефть нужно, даже не топливо, а нефть, слушайте. А нефть у нас здесь есть? Ну, как бы, надо бы еще один склад, получается, построить, да? Где бы у нас все это хранилось тогда. Можно прямо здесь бахнуть его. На плодородной-то почве, а, строить склад еще один. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, что поделать, что поделать? Далеко строить не хотелось бы у вас сюда. А, так мы можем вообще-то сверху поставить склад, как раз для нефти, для всякого такого, да? Угу. Так, а ну-ка, давайте. Давайте, наверное, так и сделаем. Так, мне нужен еще один склад. Вот сюда бахнем, он как раз вообще идеально помещается. Плюс склад, здесь будем нефть хранить тогда, может, всякие железки, как раз-таки еще что-нибудь такое. Во-во-во, и отсюда и сталь можно будет убрать, что-нибудь другое здесь будем хранить, да? Ну, посмотрим. А знаете, как мы с вами сделаем? А мы оставим с вами, наверное, генератор, который и на дровах как бы будет работать, и новый вот такой вот замечательный нефтяной генератор поставим прямо здесь, около месторождения, чтобы прямо было близко, супер близко. Здесь мы, скорее всего, с вами строить-то ничего такого и не будем, в общем-то. Чем здесь можно построить? Да я даже и не знаю. Ну, разве что здесь, давайте лес уберем тоже еще вот так вот. Хотя, ну ладно, да, убираем лес, окей-окей, убираем. Здесь можно также дорожку будет еще провести одну, в принципе, сюда как-нибудь, как раз вот здесь, чтобы эти клетки тоже задействовать в случае чего. А генератор мы с вами поставим вот сюда сейчас. Чуть подальше, но, тем не менее, вот здесь он будет фигачить, пускай там загрязняет себе, что хочет. Вот. Так, там тоже сейчас убирают потихоньку. Давайте здесь клетку соединим, все, так дорожка вокруг камня у нас будет идти. Вот, и еще плюс генератор один будет, у нас с вами будет. Итого два генератора, чтобы там уж везде точно энергии хватало. Замечательно. Здесь еще и нефть будет потихонечку вырабатываться, и сюда ее будут носить, и здесь, короче, будет, ну, короче, красота. Все будет замечательно у нас. Так, там еще один домик у меня появился. Люди заселились, надеюсь, да? Угу, по идее, да. И здесь я домик один улучшил. Утого у меня 48 человек, без дела 6 уже. Ну вот, сейчас еще мелкие подрастут, будет вообще замечательно. А, типа, в смысле, нет, это не хватает людей. Так вот же, бездельники, идите, давайте, работайте. Ну, давайте еще здесь домик улучшим. Я еще нашел один домик, который мы с вами не улучшали. Вот, остальные вроде бы все уже двухэтажные с ними стоят. Да, их вроде как уже, их уже пока не улучшить нам с вами. Так, ну что ж, вот, собственно, тот самый нефтяной генератор, который вырабатывает нам дофига энергии. 8 штук единиц с одной. А сколько здесь вырабатывает? Здесь 4, но в два раза больше, на самом деле. В принципе, очень даже неплохо. Вдвоем они будут точно справляться. Да как бы так везде хватало энергии, но так будет еще лучше, я думаю. Хорошо, склад нас с вами тоже переназначил. Здесь у нас теперь будет сталь и всякое такое производственное, собственно, хранится. Здесь у нас будут шмотки и одежда. Ой, точнее, шмотки и одежда. Одежда. Здесь у нас будет смузи, всякие еда и прочее, прочее, прочее. Так, ладно. Хорошо. Здесь у нас, в принципе, все есть. Ну что, я так думаю, можно потихонечку налаживать маршрут тогда по перевозке всего необходимого сюда. Этот, наверное, наш второй остров получается, да? Чтобы мы с вами могли ремонтировать здесь все. Это добро. Так, я могу что ли... Да? Начинаю ремонт, слушайте. Начинаю ремонт потихонечку. Ну, пускай собираются. Давайте. Энергия у вас здесь есть. Ожидать ресурсов. Все правильно делать. Давайте, 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 давайте. Идите, ремонтируйтесь. Сталь нужна, да, им здесь. Угу. Сталь. Ну, деревяшки-то у вас здесь есть. Есть деревяшки, есть и стекло. У вас здесь производится. Чего вы тут начинаете прибедняться? У вас же есть, вот. Стекловаренный завод. Все есть. Носите, давайте. Так, нам нужно сюда, короче, поставлять сталь, получается. И топливо, я так понимаю, да? Остальное все, в общем-то, здесь имеется свое собственное. Давайте, наверное, кораблик еще один сделаем. Тогда на первом острове на нашем прекрасном. Порт один. Нет, не порт, нам нужен корабел. Вот, корабел у нас. Нам нужен кораблик грузовой. Все, вперед из песни. Давайте, делайте. Корабль назвали Зефир. Ну, что ж, хорошо. Надеюсь, он будет такой же плавучий. Так, Зефирка, давай-ка, значит. Короче, мы тебя сейчас отправляем на маршрут. Нам нужно будет с третьего. Я лучше вот так же делаю. Нам надо будет, короче говоря, новый торговый путь, да? Нам нужно будет с третьего острова, получается. Порт 2 там, да. На второй остров, все верно. Значит, в третьем острове ты у нас что делаешь? Ты у нас забираешь здесь. Так, о-о-о, немножко переделали, смотрите-ка, балдеж. Значит так, топливо, получается. Нужна сталь, топливо, да и все вроде бы, да? Вроде-вроде как и все. Окей, вози, а наобратно нам что-нибудь нужно? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Все, давай, Зефирка, иди и фигач. Зефирка должна справиться, по идее. Должна справиться, наверное. Корабль все-таки. Так, ну посмотрим, посмотрим, торговый маршрут у нас с вами сделан. Зефирыч, по идее, должен сейчас забрать здесь все и отправить это все, собственно, на другой остров. Ты у нас кто? Ты у нас Зефир. Во-во-во. Топливо ждет и ждет, собственно, сталь, пока в него загрузится. Топливо есть, сталь тоже, по идее, сейчас должны принести. Будут. Ну, надеюсь, что так. Ну, людей здесь, да, как бы впритык, конечно, с вами. Все работяги, все бегают там, это самое. Своими делами занимаются, им некогда еще и корабль грузить. Но вот потихоньку все-таки, видите, все это дело у нас загружается. Ну, все, теперь нам осталось подождать, когда загрузится все здесь у нас. И можно будет ремонтироваться потихонечку. Так. Не, Зефирка отпусти, пожалуйста. Но здесь, да, они, видимо, ждут реально необходимое количество сразу. Должны сразу разом принести, и потом уже нет людей. В смысле нет людей. 12 человек. Давай идите работайте, идите работайте, нечего отлынивать. Так, я думаю, особенно нужно на втором острове построить еще один склад, как раз-таки, для стали и всего прочего. Чтобы сюда можно было спокойно привозить. И здесь оно всегда, как бы, задерживалось, то я так понимаю, он здесь, конечно, выгружается, но... Или даже не выгружается, кстати говоря. Непонятно пока. Так, здесь теперь у нас с вами будет храница. Храница у нас с вами что будет? Правильно. Сталь. Давайте мы с вами здесь еще что... Ну, топливо... Ну, топливо пускай, хотя топливо и так у нас есть, вроде бы, немножко. Ну, пускай здесь топливо, ладно, будет храниться, окей. Уговорили. Так, что там еще нам нужно? Да вроде бы ничего особо такого и не надо, все вроде бы остальное есть в нужном количестве. Сейчас посмотрим с вами. Стекло у нас хранится, 68 вон единиц есть, инструменты также есть, доска, все есть, все есть. Давайте-ка. Во-во-во-во, пошла работа, пошла жара. Так, все, начали таскать сюда, все, замечательно. Давайте ремонтируем, ремонтируем кораблик. Нам нужно отремонтировать обязательно сегодня и посмотреть, куда можно будет на нем отправиться, что самое интересное, конечно же. Ну, что ж, все, вот, мы таскаем. Сейчас будут потихонечку сюда корабли притаскивать нам необходимые ингредиенты в этот порт, я имею в виду. Ну, а люди дальше будут уже распределять здесь все, что нужно распределить. Отлично. Ну, и посмотрим, что в итоге получится. Ну, что ж, я так понимаю, корабль-то вообще починил уже у нас, вроде бы, такой целенький, хорошенький. И теперь они, видимо, собирают ресурсы, наверное, необходимые для колонизации планеты, я так понимаю, другой. Такой, 30 досок, тут топливо, инструменты, камень, еда, естественно, вода в запасе, само собой, да, это, судя по всему, ресурсы уже пошли. Ну, что ж, значит, мы с вами сможем отправиться куда-то вот сюда, в далекий-далекий космос. Такой пока что тихий и неизведанный, но мы с вами это все дело исследуем, куда-нибудь к звездам полетим, соседние какие-нибудь планеты найдем, возможно, еще что-нибудь такое интересное будет. Но, короче говоря, посмотрим, когда у нас с вами уже будет все ясно, когда уже доремонтируют они свой корабль, конечно же, и мы сможем отправиться. Ну, что ж, так понимаю, нам только топливо осталось, и да, все, корабль... Ох, ты же, ядрить, они... Они все убегают, и мы можем запускать его. Появилась кнопка пуск. Но, знаете, должен отметить, деревянный космический корабль, это, конечно, сильно. Ну, что ж, я думаю, настало время запуститься и улететь, и посмотреть, что же нас с вами ожидает там, в космосе. Поехали. Ядрить, колотить. Неплохо. Куда-то мы улетели, и... Кажется, да, вот она система. Планета один. И вот наш корабль. Так, хорошо, и что? И где еще мои планеты? Что можем здесь сделать? Давайте посмотрим. Вернуться, видимо, можем, да? Это что такое, управление логистикой? Ага. Ну, это между планетами, я так понимаю. У нас пока планет больше нет никаких. Вернуться не хочу. Так, а где планеты? Вот какие-то как будто бы планеты, но я их не вижу. А-а-а, нет, системы... Подождите. Ну, вот же планеты. Вот же планеты какие-то. Посмотрим. Это вся наша система. Она здесь, видимо, одна. Там еще какие-то далекие звезды, но больше ничего и нету. Давайте немножко поближе предвидимся, посмотрим. Вот наш корабль, который летает вокруг пока нашей, видимо, планеты. Так, ну хорошо. А-а-а, ну это мы возвращаемся на планету. А куда же улетел наш корабль? Мы можем опять вернуться в космос? Ага, во, мы теперь у нас... У нас показать планеты есть кнопка. Общий обзор. Так, ну я понял, планета один. Но, а где еще одни планеты? Как нам улететь на другую планету? Вот в чем вопрос. Они как бы потихонечку приближаются. Я вот думаю, возможно, мы должны дождаться, когда они приблизятся к нам. И тогда можно будет их заселить. Потому что, ну, пока, как бы, мы можем, конечно, заселить, я так понимаю. Нажав на корабль. Но заселены-то мы опять нашу планету, я так понимаю. Мы около нее возвращаемся. Вот, она прям реально приближается. Ну, давайте подождем. Давайте посмотрим, что же будет в итоге. Но что-то здесь есть. И вот там есть планета еще какая-то. Но кораблем я никак управлять не могу, к сожалению. То есть я вот нажимаю, но ничего не происходит нигде никак. Ну, ладно, сейчас посмотрим, когда она приблизится к нам, что же будет в итоге. Но вообще здесь как бы только, собственно, три, я так понимаю, маршрута, да, вот есть. А где же еще планеты? Должны быть вроде бы еще планеты. Ладно, ждем, ждем. Сейчас она приблизится к нам. Может быть, можно будет как-то с ней повзаимодействовать тогда. Да, нет, ничего особо не происходит. Ну, давайте, наверное, не знаю, заселить... А, другую планету. Ну, все, 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 окей, окей. Я понял, ладно. Поехали сюда. К ближайшей планете от нас. Так, что же за планета нас с вами ожидает? Так, 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 планета номер два. Ага, селянного планета. Вы обнаружили новую древнюю технологию. Вы понимаете, что идете по следам тех, кто был здесь до вас. Ваши исследователи заберут находку, и вы сможете раскрыть новые тайны древних. Так, 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 посмотреть. Планета два, ну-ка, давайте. Во! Найс! Мы достигли новой планеты, но жизнь здесь полна опасностей, и, похоже, тут нет древнего преобразователя, который мог бы вам помочь. Вам следует достать все необходимое в особенности инструменты, пока не закончились ресурсы. Так, ну мы нашли с вами еще один источник технологии, уже какие-то синенькие, видите? Здесь также... Нет, слушайте, ну тут пока вроде как дружелюбная такая, более-менее, имею в виду, обстановочка на острове, да? Без песков, без ничего, просто, собственно, ограниченный ресурс у нас с вами. Остров один также у нас с вами здесь есть, и, видимо, да, нам с вами также предстоит открывать и эту планету дальше. Ну что ж, давайте будем потихонечку заселять, наверное, его. Я же так понимаю, нам с вами можно... А, ну так космический корабль, типа, и работает, как будто бы, как тот самый бункер, да? Только из него люди не будут выходить, так понимаю. Вот, и есть определенное количество ресурсов. 27 человек, 27 человек здесь есть, так что это вообще зашибись. А вот торговый маршрут я пока наладить не могу, кстати, говорят, поэтому, видите, об этом, видимо, нас и предупреждали, что мы пока что должны, да, использовать те инструменты, которые мы с собой привезли уже, а там уже дальше, возможно, у нас с вами откроется какая-то технология или что-то типа того. Но ладно, у нас есть определенное ограниченное количество инструментов, да, это сколько там, 30 штуках было у нас. Вот, поэтому нам нужно сразу идти сюда и начать производство инструментов, то есть нам нужен и генератор, по идее, и нам нужна, собственно, добыча железа и переработка их в инструменты. Повырубаем немножко леса, естественно, что такое у нас с вами здесь. Смотрите-ка, древние руины. А, ну мы там какую-то, можем технологию определенную получить. Рандомную, я так понимаю. И у нас с вами, конечно же, нету технологии, потому что нам нужно построить, как всегда, библиотеку и все вот это вот здесь. Ну, ясно. Ну, короче говоря, как будто бы заселяем новый остров, только здесь еще и не сможем поставить инструменты в случае чего. Нам нужно подняться сюда наверх, ставим, получается. Давайте мы сразу... А, ну подъемник-то мы сейчас тоже не сможем построить. Окей, все, ладно. Тогда делаем так. Значит, нам нужно что, получается? Нам нужна лесопилка, два инструмента тратим на это. Ну, мы поставим ее здесь. Здесь как раз хороший такой бафчик у нас будет замечательно. Все, ставим здесь. Тут я как бы тоже освободил место еще для одной лесопилки. Если вдруг надо будет, тут неплохое. Но, в общем-то, пока и ладно. Пока не очень-то и хотелось. Далее, чтобы были у нас с вами технологии, нужно библиотеку построить. Тут инструменты нужны. Здесь у нас хижина исследователя тоже надо. Будет все сделать. Давайте построим где-нибудь здесь. Тоже недалеко от нашего кораблика. Не хватает людей. А, три человека всего, потому что домов у них нет. Ну, окей. Окей, окей, окей. Тогда сейчас пару жилища тоже построим. Маленьких пока что, кстати говоря, жилищ будут у нас с вами. Так. И у нас вокруг жилища по-хорошему поставить бы грядки всякие разные, чтобы еда была. Окей, давайте здесь построим первый домик наш. Пускай люди сюда заселяются потихонечку. Мы с вами также надо... Я думаю, колодец будет сделать, да? Сколько у нас там вообще еды, воды? Ну, у нас и готовая еда, так-то есть, кстати говоря. И овощи есть, и фруктики есть, и даже вода есть. Я так понимаю, хранилище 22 из 10 расходится один за раз. Ага. Ну, колодец мы с вами построим. Это что, нам можно сделать? Да-да-да, вот здесь где-нибудь пахнем, чтобы поблизости особо домов тоже не было. А, и загрязнение у нас, скорее всего, там оно будет. Ну, тогда давайте сделаем здесь колодец. Тут точно домов не будет у нас. Пускай воду здесь брать они. Все, вот, готово. Пожалуйста, и люди появились, и все, собственно, закрутилось, завертелось. Так, ну, еще один дом нам с вами точно нужно построить. Мы уже можем строить двухэтажный, потому что у нас технологии появились необходимые для этого, естественно. Но, опять же, нужно не переборщить, потому что у нас с вами там сейчас, как бы, все очень ограничено в плане ресурсов. Поэтому давайте, наверное, картофель на какой-нибудь там поль посадим здесь, поставим. Вот сюда давайте. Здесь тоже картофанчик посадим еще один. Пускай выращивают потихонечку. Так, четыре человечка. Это, конечно же, мало, естественно. Но мы с вами можем сейчас сделать вот так вот. Поставим здесь, давайте, подъемничек сразу. Нам сюда надо поставить его, потому что здесь у нас будет с вами как раз-таки добытчик железа находиться, я думаю. Пускай строят потихонечку. Что у нас? 25 инструментов у нас с вами еще остается. Нормально, нормально, в принципе. Я думаю, как раз-таки уложимся. Все, еда потихонечку сейчас пойдет тоже у них. И нам нужны еще люди. Нам нужны люди. Но я думаю, здесь уже можно, в принципе, и побольше дома строить. В общем-то. Давайте сразу также поставим сборщик технологий. Тут вот хижины исследователи, точнее, да, которые будут собирать наши эти вот синюшные технологии. И, соответственно, мы с вами сможем на них что-нибудь исследовать. Так, ну здесь у нас, да, еще много всего, видимо, открылось. Но также нужны и зеленые на это исследование. Космический полет, скорее всего, нам нужно будет здесь открыть. Вот, я так понимаю, да, позволяет строить пусковые площадки для создания космических кораблей и посадочные площадки. Ну, вот-вот-вот, да-да-да. Они только за эти, за синие как раз-таки исследования идут. И мы с вами сможем торговый маршрут наладить. Вот это нам, собственно, первым делом и нужно, в общем-то, сделать. И тогда уже можно будет не париться, я думаю. Так, ну ладненько. Девятнадцатый инструмент у нас с вами тем временем остается. Нам надо еще здесь что сделать, получается. Нам нужен добытчик железа. Так, вот оно железо. Вот он, собственно, добытчик. Поставим здесь. Только давайте здесь сначала дорожку сделаем. Вот, теперь можно строить уже добытчик железа. Пускай добывает. Пускай загрязняет там, ну что поделать. И здесь мы с вами будем заниматься переработкой уже железа и всего прочего. Так. Здесь давайте дорожку сделаем. Здесь мы с вами, что нам нужно плавилку, получается, поставить. Да? И производство уже. Инструментов. Так. Получается... Да-да-да. Плавильный завод. Соответственно. И потом уже инструментики будем делать. Так. Плавильный завод, который тоже дохера нам с вами, кстати говоря, загрязняет. Но ничего страшного. Я думаю, там очистят, если что. Они, ребятки, наши поставят. Там какие-нибудь очистители еще дополнительные. Не, мы, конечно, можем вообще спустить на эту сторону куда-нибудь все это дело, чтобы оно до туда не дотягивалось, как вариант. Ну, давайте так и сделаем. Сейчас здесь еще тоже один подъемчик построим с вами вот с этой стороны. Чтобы было удобно здесь спускаться. И тут у нас всякое тоже производство будет стоять. Я думаю, это будет нормальный вариант. В принципе, здесь. Так, да-да-да. Вот так. Ставь, пожалуйста. Угу. Все. Сейчас они прям построят. Хорошо будет. Так, ну и здесь тогда производство, давайте, наладим сейчас. Мы берем. Мы берем половильню сюда вставим. Вот так хотя бы, по крайней мере, изначально сюда они будут доставать. Уже хорошо. А там дальше разберемся. Здесь много деревьев довольно-таки еще. Ну, их можно, в принципе, я думаю, здесь убрать. То есть вот давайте вырубим нафиг деревья. Тоже можно было всяко-разные ставить здесь еще. Они уже насобирали технологии. Давайте сразу приступим к изучению космических полетов. Да, давайте исследуем, естественно. Ну и, конечно же, генератор у нас будет на дровах, само собой, пока что. Другого варианта и нет особо. Давайте поставим его здесь. Вот так вот. Генератор, который будет тогда вырабатывать нам энергию, необходимую дальше для переплавки как раз-таки всего этого добра. Так, а могу здесь убрать, допустим, вот так? О, кажется, могу. Слушайте, получается клетка свободная еще есть. Отлично. Так, ну и здесь мы с вами также добавляем плавильню, соответственно, да? Где-нибудь прямо здесь можно поставить, вот так, напротив. Ну или чуть подальше желательно, чтобы там загрязнения, опять же, не было. Вот так, да, давайте здесь сделаем. Плюс плавильня и получается плюс как раз-таки кузница инструментов. О-о-о. Вот, она чуть поменьше загрязняет, поставим его здесь тогда. Как раз хорошо получается. Все. Все, у нас с вами будут производиться инструменты потихонечку, полигонечку. Теперь исследование у нас с вами также завершено. Можно будет потихоньку расширять наше поселение здесь. Мы с вами, я так понимаю, можем построить теперь здесь, что там у нас. Да-да-да-да-да-да. Во-о. Пусковая площадка. Соответственно, посадочная площадка. Только я так понимаю, что мы с вами, скорее всего... А, ну посадочную площадку вообще легко можно построить. А вот пусковую, интересно, мы сможем ли построить это на других планетах. Давайте посмотрим сейчас. По идее, да. Так, будьте любезны, планету один мне. Давайте наш главный остров, где он там есть? Пожалуйста, первый, первый у меня остров дайте. Первый. Ага, спасибо. Можем ли мы здесь строить это все? Да, легко вообще. У нас здесь как раз таки есть и сталь, и все остальное. И также посадочную площадочку мы с Эмергой. О, ей дарить она здоровенная. Три клетки занимает, а это сколько занимает? Тоже три клетки. Но, место здесь есть как бы. У нас, в общем-то, довольно-таки много еще. Здесь довольно много места, поэтому проблем в этом у нас с вами не возникнет. Нифига себе, такие здоровенные, только гляньте. Только нужно будет сюда все сталь притащить и все остальное для постройки, короче говоря. Будем здесь строить корабли и отправлять их, видимо, на те планеты в дальнейшем. Ну что ж, мы с вами весьма успешно запустили сегодня корабль. Приземлились на планете, заселились там, в общем-то, будем продолжать строить поселения там. Также планеты сами разведывать, да, исследовать. Естественно, открывать там новые острова и получать еще больше ресурсов. Я имею в виду для исследований, конечно же, изучать дерево технологии дальше. У нас с вами тут еще довольно много всего. Это еще не конец, как видите, да, появились новые, конечно же, довольно много. Но еще последняя ветка у нас с вами какая-то будет скрытая пока от нас. Но, видимо, появится, может быть, на другой планете уже. Посмотрим. Ну что ж, на сегодня мы с вами завершим. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчик. И мы с вами как всегда увидимся. Всем до скорого и пока-пока.